всем привет с вами канал artmania и моя семья начинаю влог с себя давно тоже уже себя не снимала хочу сказать то что вчера не было обзора покупок потому что мы вчера очень сильно устали вчера был снегопад вот и коляску было очень сложно вести по снегу это было нечто просто вот мы пришли очень-очень сильно уставшие поэтому я давайте вам сейчас просто наверное скажу что вы купили наверное да сейчас может быть и покажу немножечко вот купили мы творожок диме зашла я в детский мир но на штатив поставлю сейчас камеру вот поставил камеру на штатив а то мне неудобно держать уже руки отвыкают когда держишь так перед собой вот купили мы творожок зашли мы в детский мир в детском мире был творог по 30 рублей я его купил привыкла уже покупать за 26 до 26 а тут он по 30 я думаю нет не хочу пошла в детстве в ленту там купил за 25 рублей творожок купила я их много штук 9 наверно много всего почти по моему все забрала там основном в основном даже были пустые полки остается с просроченный творог просроченный на один день вот смотрю прям такой по акции на 3 рубля что дешевле хотел сначала взять смотрю он там до до 9 числа сегодня у нас уже 10 то есть вчера был 9 или они до 8 8 он был а вчера уже было 9 я думаю странно видимо много работы просто не успевают убрать думаю не дай бог вот так вот зайдет там проверяющий какой-нибудь который проверяют на брак там не знаю как это называется в принципе наверно они могут его их оштрафовать вот и так чем мы купили купил да я шоколадки на обзор прошлый раз был обзор щедрая россия вот мне написали там в комментарии что хотят еще обзор я купил оставшиеся еще два вида шоколадок вот они будут ближайшее время обзор так купила я порошок персил четыре с половиной килограмма был за 350 рублей конечно чтобы был у меня сил побольше я бы тащила и побольше но хотя он мне надолго в принципе хватает поэтому нет смысла покупать много вот вроде стираю много часто но его хватает надолго вот обычно я за 500 не за 400 до за 500 его покупала так он стоит дороже а это первый раз такое в жизни за 350 хотим за мостом цена была побольше на что у меня вышел на большую сумму почему-то вот так же кукурузные палочки я купила в ленте там такой большой мешочек 200 грамм в детском мире да я купила молоко и печеньки кстати купила такие я купила печеньки я купил за 35 а вот эти я купила за около 50 наверное рублей не помню я эти печеньки размакиваю ему в молоке вот и ему очень нравится размочили также я купила молоко детское купила детском мире он был по 38 рублей пятерочки 41 за пол-литра вот я купила почему-то пол-литра всегда стоит дешевле чем целый литр видимо целый литр не сразу не каждый выпивает проще купить по пол-литра выпил закрыл через какое-то время открыл выпил закрыл там ну к смысл закончился литрами на на дольше хватает вот так вот купил бы конечно побольше но тоже не утащил вот может быть теперь буду знать что там подешевле для этого как-то 5 нет а нет перекрестки как-то до этого покупала за 38 что ли где-то там большая пачка 80 рублей стоит литр пол-литра иначе должно 40 стоит где-то да 39 по-моему даже так где-то покупала давайте покажу сейчас творожок у нас холодильники где тут вот творога 4 5 6 7 8 а 8 штук всего я че думала я больше взяла молочко вот такое вот я беру пол-литра но кстати до мая девятнадцатого года поэтому в принципе можно было бы его набрать побольше но у меня уже сил не было и купил я в детском мире тема йогурт они были по акции я не помню уже сколько один уже выпили купила два думаю мы не смогу найти творог поэтому хотя бы вот так вот это молоко будет и вот это у него думаю там зайду в пятерочку и куплю тем более рядом с домом мы обнаружили хорошую пятерочку так тут у меня кстати стоит творожок ой господи йогурт я делала вчера вечером мы будем из него делать вкусняшку и увидите так сейчас я планирую делать про котлетки на пару куриные у меня будут вот нам с девочкой на обед не знаю мужу надеюсь тоже что-нибудь достанется у меня мультиварки будут делаться на пару я сюда уже водичку залила и который мы с вами покупали фарш я надеюсь что ролики будут выходить друг за дружкой не окажется что этот фарш а то выйдет у вас там предыдущий ролик что этот фарш купил там месяц назад и вы скажете ой да он у нее лежал там целый месяц она до сих пор ничего не приготовила нет я его купила вот недавно на второй день что-то по-моему сегодня и у нас с вами мясо из мяса я думал что сделать наверное я сделаю из него суп потому что корейка мама сложит он довольно жесткий вот наверное суп сделаю а потом возьму может быть его наверное рукаве или фольге запеку чтобы он был помягче потому что я не могу жевать жесткое мясо мне очень сложно вот и также у нас сегодня мы с вами будем делать сало такой кусочек сало прожилочками тоже будем все у него кстати я под 289 рублей 300 рублей за килограмм вот его купила так сейчас с вами начнем забирала я вроде знаете когда забирал там так вот маленький кусочку такой лежал такая надо попробовать давно хотела попробовать у них куриный фарш раньше не было добавляем специи специи для мяса не всегда очень красивое такое мясо она всегда разрезана красиво сначала я думал что это один и тот же мясорубь потом как-то подошла смотрю другой мясорубь специально выбирает что это все добавляю семена укропчиком тоже очень люблю в мясе больше качественного люблю на курочке когда он сверху запекается а еще соль до соль хотя я особо не солю если честно уже каждый потом посолит сам себе не знаю как нибудь я пойду наверное засниму как красиво у них там хотя это надо честно говоря идти с утра с утра у них как раз полный выбор мы пришли к вечеру и вечером там уже пусто уже так ничего не осталось единственное осталось шейка свиная которая идет как раз на буженину там был прям огромный такой кусок и уже придя домой я думаю блин может надо было мне лучше ее купить думаю интересно сколько стоит целый кусок шейки ну там по-моему за килограмм 300 рублей с чем-то было вот а если она там она большая килограмма 4 может стоит ну если допустим 3 это 900 4 1200 думаю купить такой огромный кусок думаю запечь его ну ладно когда будет у меня новая кухонка там у меня уже духовка будет побольше здесь все таки духовка у меня маленькая и тоже время мало как бы много времени тратить допустим делать пирожки я запекаю тоже там два в три приема по поводу кухни кстати сказали что во первых они только начали делать то есть в принципе с ними договор мы заключили еще в конце ноября выяснилось что они только-только начали нам позвонили выслали опять замерщика чтоб он заново все замерил потому что там получилось что 10 сантиметров куда-то потерялись то есть у них на рисунке этих 10 сантиметров нету а у нас на кухне 10 сантиметров есть они куда-то там потерялись непонятно как каким образом вообще странно все вот и они начали только-только начали делать вот на этой неделе кстати да наверное на этой неделе вот они только начали делать сегодня у нас 10 декабря они сказали что либо будет может быть будет готов перед новым годом но скорее всего после после там 10 января вроде должны привезти не знаю как будет честно говоря если честно мне как бы все равно пускай готовят как положено готовить не торопится ну приедет она после нового года ну ладно пускай после нового года мне как-то без разницы если честно конечно хочется хочется мне очень хочется на нее посмотреть какая же она получится кстати очень жалко то что нету то есть они делают там просто рисунок какой-то ну просто сама какая будет кухня а вот расцветки жалко что нету было бы какой-то у них там за какая-нибудь программа где чуть прям точь-точь подбирался этот вот рисунок что просто человек вот посмотреть а как будет выглядеть кухню там вот так то там посмотрел нравится не нравится а это буквально просто вслепую там два цвета там маленькие такие квадратики просто там складываешь друг другу и пытаешься представить как будет выглядеть твоя вот эта вот гигантская огромная кухня просто невероятно так ну сюда я иногда кстати добавляю кефир но у меня там кефира нету наверно сейчас йогурта немножко добавлю сейчас сюда нальем и тети тети давай ой какой он жидкий стал вернее наоборот я его вчера немножко передержала я передержала его делала делала вчера в мультиварке делал на что там делать 8 часов но я знаю я уже до этого делала делала я хлебопечки там тоже есть йогурт тоже делает йогурт у меня вот делала всегда в ней но я делала пол это нет литр литр я всегда делала у меня за 10 часов он делался а тут решил умыть и варки для выпечки здесь ставить сейчас некуда вот правило туда два литра значит проходит 8 часов ноль вообще ноль даже близко нету он такой же жиденький такой же все ну ладно поставила еще часов 13 или 14 потому что ну вообще был жидкий абсолютно я его короче открываю смотрю у меня там немножечко отслоилась уже сыворотка я думаю я живот буквально там час назад его проверяла ничего вообще ноль был а тут уже батюшки думаю ничего себе как быстро то 00 а тут это так начинаю с вами лепить фиг прайс я покупал орео печеньки они там 228 грамм короче 200 с чем-то грамм фиг прайс они стоят 77 рублей а в пятерочки там и в остальных магазинах они 83 рубля со скидкой и без скидки стос там с чем 150 что ли ли вот как то так вот даже получается их прайсы дешевле я думал можно мы фиг прайс обманывает потому что периодически бывают некоторые продукты у него стоит дороже чем в магазине например просто в магазине или по акции в магазине вот что хотела вам сказать сейчас кстати я немножко прибавляю вот напишите кстати рецепты что вы добавляете в куриный фарш честно говоря я уже давно не делала куриный фарш у нас на самом деле купить гораздо сложнее сама я фарш не делаю как-то я одно время когда купила мясорубку делала фарш но это все очень очень сложно долго и мне кажется это дороже даже получается по деньгам потому что килограмм фарша у нас стоит 300 рублей вот в этом отделчике где я покупаю в других местах подороже получается что я там где-то покупаю мясо для фарша там получается у меня рублей на 600 ну и соответственно фарш получается конечно бывает фарш везде разный вот в этом вот отделчике в этом магазине кстати кто живет в самаре вы можете мне в комментариях там написать или на почту наверно лучше всего или вконтакте там кого что есть я вам напишу взять делать от находится вот там всегда свежее мясо там и за там по мне остается мясо того скупают к вечеру скупает просто очень быстро очень хороший отдел очень хорошо режут все очень красиво вот с утра не знаю смогу ли туда пойти будет вам заснять немножечко теперь мы их отправляем мультиварку на пару по моему так ну вот я порезала здесь еще морковка где-то вот спрятано это на морковку там есть вот достала еще открылась сейчас банку с помидорами я уже две помидорки съела вот остались еще две мы их с вами готовили конце лета осенью что ли засаливали они получились очень очень вкусно еще на эти вот те помидорки они крышкой использовал я второй раз она была второй или третий раз и четвертый раз она была уже старая уже здесь отогнутая она закрылась не до конца но тем не менее они все равно засолились они были тоже тоже довольно вкусно вот это вот поядренее немножко здесь крышка новая закрылась плотно очень вкусно я две штуки съела сейчас я съем наверное еще даже две штуки потому что они просто бесподобные просто оторваться от них невозможно жалко что баночка здесь довольно маленькая вот так же я вытащила банку огурцов она тоже кстати была плотно закрыта крышка тоже была видимо новенькая достала помидоры это для для супчика для супа картошка с морковкой ту морковь я пока что не буду крошить потому что по моему здесь очень много получилось посмотрим сейчас вывалю сейчас у меня уже котлетки на пару доделывать осталось 4 минуты вот и хочу делать супчик как в прошлый раз тоже соленым огурчиком с картошечкой морковкой что там еще добавляла что-то еще добавляла не помню что короче еще хочу добавить вермишельку вот посмотрим в конце насколько будет много гуще если ее будет мало то я добавлю вермишельку еще сейчас я вермишельку пока что не достала у меня в комнате вермишелька лежит потому что там димочка у меня уснул и я не стала шуршать принесла только помидорки оттуда вы и все там у меня своя коробка где пока что лежат в ней продукты потому что как знаете на кухне у меня пока что нет кухонного гарнитуры мне негде это все сложить на кухне тут все забивать я не хочу а там у меня просто стоит коробочка и у нее там вермишелька кашка вот лежат такие всякие всякие специи там всякие примабасы вот их периодически захожу там беру как вот эти вот две вот специи оттуда взяла сейчас я обратно их туда отнесу наверно или в холодильник не лучше отнесу если я положу в холодильник их муж съест вот мне придется создать снова выбирать время идти на рынок и каким-то образом купить вот да тут я сразу достал хотел достать малину оказалось что у нас малины нет ее украли уже достала клубничку это у нас для йогурта к вечеру чтобы она к вечеру как раз разморозилась там за пару часиков еще доложу будем с вами сегодня вечером делать вкусняшку с йогуртом сегодня у меня прям такой день готовки день готовки я пока готовила мне стало полегче на то я была вообще с утра проснулась и что-то вообще очень сильно уставшая такая вообще сил не было сейчас уже немножко сейчас мы с вами как раз котлетки наши вытащим я заброшу супчик и пока у нас будет готовиться суп мы с вами будем засаливать сало вот такое сало ждет нас вот и потом все потом я пойду к зимочке дима должен ну да как раз он проснется на скоро покушает котлетку потом супчик или супчик с котлеткой посмотрим когда он проснется я убудить не буду да я могу на кухне разговаривать довольно громко потому что его комната находится далеко отсюда вот ему не будет слышно будить я не буду потому что он начинает плакать когда я его бужу и когда ходишь мимо комнаты громко разговариваешь просыпается ну как бы это неприятно я помню себя ребенком меня будить начинали с утра допустим в 9 утра всегда будили в 9 утра начинали очень громко разговаривать и меня это очень расстраивало мешало это было очень неприятно я помню потому что вроде только-только под утро заснешь и там буквально спишь часа три-четыре и вдруг начинает кто-то у тебя снится сон хороший сон снится какой-то вдруг вдруг начинает кто-то очень громко разговаривать и тебя просто из этого сна вытаскивают это очень неприятно поэтому я не хочу будить своего ребенка таким способом я не буду такого делать никогда вот я всегда либо буду ждать пока он проснется либо вот лаской мне нравилось когда мама подходит и на даче даже вот до беременности специально спала лежала по очень долгу в кровати чтоб мама пришла и лаской начинала меня будить там гладила по лицу так это все нежненько так приятно начинаешь просыпаться не от того что не от шума какого-то а просыпаешься от ласки это совершенно другое это очень приятно вот своего сыночка тоже так хочу будить ну когда я захожу в комнату хоть и стараюсь на цыпочках но все равно он уже слышит и начинает просыпаться иногда бывает он спится очень так проваливается прям в сон и начинаешь его будить от ласки он такой там лапочка такой маленький такой это так у нас пропищали наши котлеточки сейчас я буду вытаскивать вам покажу давайте камеры двигается же у меня вон они камеры у меня двигается вот они уже испеклись ой господи за запарились испарились ну короче до пару сделались сейчас я хочу переложить вот такой вот контейнер который покупала фиг прайсинг вот они там уже в контейнер будут остывать закрою крышечкой они пока немножечко остынут пока мы будем сейчас добавлять все в суп так сейчас с вами будем класть туда мясо я туда уже высыпала картошку и морковку подлила немножко воды хотя мне кажется я это сделала зря сейчас я буду класть кусок мяса и я не знаю сейчас как оно сколько станет там воды мы доложили видно вам закрываем так что нас там суп суп 40 короче вот он мой завтрак все с временем 2 час доходит я наконец-то сейчас покушаю нормально положил себе огурчики чесночок из помидорок засоенных я очень его люблю помидорки и положил себе одну котлетку как раз нам остается 6 котлеток нам на троих как раз на там две зиме движение 2 мне как раз остается это как пробное как бы должна попробовать как-то вкусно она получилась линия так ну вот у нас мясо его я уже вытащил немножко с морковкой там вылезла сейчас его закрою она немножечко у меня остынет кстати моя крышка вот чтоб она не заветрилась кстати очень хорошие хорошие как раз фиг прайсовский контейнеры очень удобно обычно вытаскивала мясо на тарелку и сверху он пищевой пленкой обматывал это очень неудобно ее надо резать она вылазит потом я выкидываешь тратишь деньги на новое а здесь вот хорошо посмотрим такой я первый раз кстати пользуюсь так тут у меня вот компотик диме видите что он красненький ягодку как всегда просто залила кипящей водой из чайника так пришел муж с работы купил соль оказалось на соли нету и уже кто-то очень быстро слопал так вот соль купил сейчас мы будем с вами делать готовить наше сало так ну вот я подготовил мне муж чесночок я свой измельчу вот мажу сверху по бокам его а тут половиночки пополам снова полезны я их буду по бокам всовывать в сало да и вот я тут сделал соль вместе с лавровым листочком специи для мяса и здесь же семена укропа в этом году у нас первый раз чтобы много чеснока кстати вы помните кстати кто мне сейчас осмотр как его выкапывала его было очень много чеснок я выкапывала класть его буду вот сюда в этот пластмассовый контейнер такой у нас кусочек с прожилочками мяса я очень такие люблю именно мясо вчера смотрела рецепт даже бекончики делаю следующий раз на бекон куплю буду делать очень люблю такой засоленное мясо прям вообще обожаю здесь даже чуть как-то его маловато или земли жалом вот этим вот боком показал что его много берем ножик и его разрезаю косточка тут вот здесь косточка даже ничего себе это новость мы обойдем как-нибудь руки жирные все так у меня будет два кусочка так сейчас мы будем тыкать протыкаем так вот туда чесночок что там капает с меня видно 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 муж поменял сейчас лампочки наконец-то тут те были желтые вот так вот сюда мне кажется что не хватит его все так и внимание все таки я это а что Теперь мы все это накроем тканью и мешочком. Сейчас я все это положу в мешочек и убираем все это, чтобы он немножечко дышал. Убираем все это сейчас просто в прохладное место и потом кладем в холодильник. Где-то посмотрим дня на три. Посмотрим. Потом я скажу, как у нас все получилось, сколько она пролежала. Сейчас я пойду кормить сына и потом будем с вами делать вкусняшку вечернюю. Ой, меня видно даже. Вставай, кушать будем. Дима будет котлетку кушать. Давай попьем сначала? Попью. Кто это? Это тетя Камера? Смотри. Какая котлеточка. Жует. Дима сам жует. Мама Диме куриная котлеточка сделала. Да? Так. Ну вот мы с вами делаем нашу вкусняшку. Я уже стаканчики положила. Сегодня мы ее будем делать из нашего... Из натурального йогурта. Ну, конечно, тоже не совсем может быть натуральное. Что-то там в нем есть. Но у нем нету этих е-добавок. Которые, допустим, присутствовали в прошлом йогурте, который я покупала в магазине. Вот. Здесь нет такого. Здесь чисто мой йогурт. Вот. Также нам понадобятся вот печеньки. Правда, у нас будут печеньки из фиг прайса по 12-50 рублей. 100 грамм здесь. Ну, состав большой. По-моему, на них я буду делать на эти печеньки отдельный обзор. На неделе. Вот так держу. Вот. И с вами мы там все рассмотрим. Вот. А, вот клубничка нарисована. Эти печеньки мы туда крошим. Вот. Ну, знаете, в любом случае будет е-добавочки какие-нибудь в печеньках. Ваши свои делают печенье. Опять же, это покупается масло. В масле, опять же, неизвестно, что находится. Делать свое масло. Ну, не каждый может. Я, например, еще не совсем поняла, как его делать. Покупать деревенское масло. Опять же. Ну, неизвестно, какой женщина, как она его там на самом деле сделала. Может быть, она проще, дешевле ей было купить масло. Допустим, как вот я покупала масло в светофоре. И его там просто положить в этот мешок. Сделать кругленьким еще. Сказали, да, это деревенское масло. Например, так. Ну, да, я много лет, ну, не много лет, несколько лет покупала у одной и той же женщины молоко и творог. Тем не менее, я во время беременности два раза у нее травилась творогом. Потому что он был не свежий. Так, чуть-чуть возьмем сахарку. Ну, где-то половина столовой ложечки. Посыпем туда. Вот. И сюда тоже. Хотя, знаете, можно было бы, наверное, сверху на кефир. Ну, ладно. Сказали, там, вот. Берем наш... Не кефир, а йогурт. Берем наш йогурт и выливаем. Ну, и сразу всплыли. Кстати, печенье, что-то я мало добавила, побольше можно. А, уже не всплыли они. А у меня всплыли что-то. Почему-то. И берем наши ягодки, которые я сегодня разморозила вместе с вами с утра. У них есть вот такой вот сок. И его сюда вот выливаем сверху. Потом будем перемешивать. И получится как раз у нас вишнево-клубничный йогурт. Вот и все. Вот. А как делается йогурт сам? Давайте так. Если вам действительно хочется узнать рецепт. У меня есть три рецепта. Вот. Начнем мы с первого рецепта. Самого-самого легкого. Безобидного такого же. Вы мне поставьте пальцы вверх. Давайте 20 штук. 20 пальцев вверх поставите. Я пойму, что да, действительно, вам это интересно. Вы этого хотите. И тогда я в следующий раз уже выпущу, как сделать йогурт дома в домашних условиях. Вот. Давайте так сделаем. Потому что комментарии не все пишут. Всем кому-то лень. Я по себе знаю. Мне лень иногда написать. Вот сидишь так хорошо на кресле. Облокотился, спина болит. Так шмяк сидишь. Я вообще писать лень. Там пишу иногда на экранной клавиатуре мышкой только. И все. Вот. А пальцы вверх поставить проще. Под этим видео ставьте 20 штук. Пальцев вверх. И я следующее видео выпускаю. Я думаю, мы с вами наберем 20. Смотрит много. Ну, не так много, конечно, меня, но смотрит. Вот. И сейчас я еще вам покажу супчик, какой получился. Ну вот. Смотрите. Супчик получился. Все равно гуси получилось что-то маловато. Хоть я и добавила вермишельку. У меня была вот такая вот, смотрите, малюсенькая вермишелька. И она стала просто гигантская. Полежала там. Я представляю, что будет завтра. Ну, не знаю, хорошо бы еще отварить и туда что-нибудь сгуща побольше добавить. Вот такой вот кусок мяса у меня получился. Маленький немножечко кусочек его я положу вот сюда. Ну, и так вот. Ну, и там моя тарелочка точно такая же. Вот. Осталось. Раз, два, три, четыре, пять. Пять кусков. Что-то, мне кажется, больше было. Надо было записать. Раз, тут еще два наших с мужем. А, ну да, все правильно, их пять. Пять штук было. Два наших с мужем и один зимин. Вот так вот. Вот так мы сегодня с вами готовили кушать. Вот. Сегодня это все. У меня уже даже практически время на камере закончилось. Там, правда, было неполное. Вот. Готовьте вместе со мной. Также я жду лайков. Те, кто хотят йогурт. Домашний свой. Рецепт первый, который мы будем с вами готовить. Самый простой. Самый вкусный. Гождал, он будет, наверное, самым вкусным. Ну, другие тоже вкусные. Ну, другие мы с вами тоже будем готовить. Все будет зависеть от вас, не от меня. Вот. Мне это записать нетрудно. А вот. Вам сложно поставить лайки. Вот. Жду от вас 20 лайков. И мы с вами, я выпускаю следующий ролик, готовим с вами йогурт. В мультиварке. Вот. А на сегодня это все. С вами был канал Артмани и моя семья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. Смотрите другие ролики. У меня обзоры. Влоги. Влогов сейчас много. Обзор всякий. Фиг прайс обзоры. Вот. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok